Хитрый план в Бобруйске на уловку телефонных аферистов повелась 84-летняя женщина. Как не попасть в лапы мошенников? Необходимо немедленно обратиться по телефону 102 в правоохранительные органы и сообщить о данных фактах. Помогли, чем смогли. У пенсионерки лже-соцработники украли круглую сумму денег. Где задержали похитительниц? И человек без совести. Правоохранители арестовали оптового наркокурьера. Под начинкой фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Только у нас подробности громкого задержания. Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. В Бобруйске на днях был задержан наркокурьер. Оперативники пресекли деятельность 21-летнего местного жителя. Он забирал на территории района оптовую партию психотропов для фасовки и дальнейшего распространения. В телефоне подозреваемого находились координаты 32 готовых закладок. Всего в тайниках и в квартире молодого человека изъято более 500 граммов особо опасного психотропного вещества. Дома наркотики он хранил в пианино. Парень ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж. В настоящее время нигде не работает. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый во дворе ПВС. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Помогли от души в Бобруйске задержанные аферистки, которые украли 20 тысяч долларов у пенсионерки. Пожилая женщина сама впустила их в дом. Дамы представились соцработницами. Отвлекая разговорами, визитерши осмотрели дом, нашли крупную сумму денег и удалились. Только после их ухода обнаружилась пропажа всех сбережений. А это около 20 тысяч долларов. Потерпевшая сразу обратилась в милицию. Похитительницы были установлены и задержаны в городе Слуцкий по месту жительства сына одной из них. Там же были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства. В отношении фигуранта к возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Правоохранители бьют тревогу, а аферисты продолжают свои темные дела. В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества. Жертвами, как правило, становятся пожилые, а значит более доверчивые люди. Своекровные они отдают сами, лишь бы с их близкими не случилось беды. В Бобруйске на уловку мошенников попалась 84-летняя женщина. 17 мая ей позвонил якобы следователь и сообщил. Ее сын попал в аварию и сбил человека. Чтобы решить вопрос, нужно заплатить. Пенсионерка, не сомневаясь, пошла на отчаянные меры. Женщина согласилась передать указанную сумму данному человеку. Через некоторое время по месту жительства к ней прибыл человек, который, представившись одним из сотрудников правоохранительной системы, забрал указанную денежную сумму. После чего скрылся. Похожих историй в последнее время стало появляться непростительно много. Каждый день на уловки аферистов попадаются десятки пожилых людей. Чаще всего мошенники связываются через стационарные номера, используют различные манипуляции, играют на эмоциях. При поступлении таких звонков необходимо немедленно прекратить разговор, связаться с родственником, убедиться, что с ним все в порядке и сообщить в милицию. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Продолжение следует...